Народ, всем привет! Всех с прошедшими праздниками, с наступающими праздниками. Надеюсь, что праздники прошли без потерь и вы снова готовы к труду и обороне жить дальше, трудиться и развлекаться. Кстати, о развлечениях. Сейчас мы едем, встречаемся с Виктором Свиржевским в миру Витя Свара, для того, чтобы посмотреть место проведения второго уже по счету мероприятия, которое называется День активного отдыха. Первое такое мероприятие у нас прошло 21 января. Это был эксперимент. И он показал, что формат у мероприятия получился очень интересный и очень комфортный. Коротко о том, что у нас было 21 декабря. Был у нас джип-спринт. Был мастер-класс по использованию электронных систем автомобиля УАЗ Патриот. Были покатушки контролируемые и не очень. И была презентация внедорожного оборудования, в частности, браслетов противоскольжения. Ну и самая интересная часть – это встреча. Встреча с людьми, именитыми путешественниками. Был Сан Саныч Трушников, был Саша Холодный, человек, который объехал весь мир на автомобиле УАЗ Буханка. И был руководитель гонки «Ладога Трофи». Извините, не запомнил имени и фамилии. Было очень интересно. Формат получился очень удачный. Это близко к Москве. Можно доехать буквально за полчаса от МКАДа. Дальше гуляем, развлекаемся на свежем воздухе. И потом в уютном кафе под теплый чаек, без всяких напрягов. Сидим и разговариваем о том, что нам интересно. То есть об автомобильном туризме, об автоспорте, о вещах, близких к автомобилям. То есть то, что мы любим. Мероприятие получилось, еще раз скажу, очень интересным. Поэтому организаторы решили провести второе мероприятие. И оно назначено на 18 января. И сейчас мы едем посмотреть место. Мы немножко место изменим. Посмотреть место, где пройдет второе мероприятие. Встретимся с Виктором. И уже подробно вам расскажем о том, что нас ждет 18 января. Вперед! Итак, еще раз всем привет. Мы на локации. Подъехал Виктор. Виктор, один из главных оргов и идейных вдохновителей Дня активного отдыха. Виктор, расскажите нам, что мы тут делаем. Значит, это полигончик рядом с кафе, рядом с площадкой отдыха. Вот на этой трассе, вон при помощи тех шин, мы будем размечать трассу для автобиатлона. Стрельбы, скорее всего, будут где-то вот здесь вот в районе. То есть будет две параллельных трассы, здесь будет стрельбище, штрафный круг, стреляет из пиндуола, сколько пробухов, столько дети вокруг, небольшой там метров 30 кружок пробегают. И финиш в ту сторону. Это автобиатлон. Вот на той локации, на той территории мы будем делать трассу для тест-драйва всех наших машин. Так, давай еще раз по мероприятию. Значит, первый тест-драйв у нас тут будет. Да, тест-драйв будет вот на той локации, скорее всего. Ну, сейчас посмотрим. То есть на этой же локации тут рядышком будет тест-драйв. Тест-драйв. Что у нас на данный момент есть? На данный момент у нас точно есть Патриот на автомате. 2019-2020 модельного года выпуска. И Судзу Димакс. Судзу Димакс. Пикап, который будет у нас. И ведутся переговоры с еще одним неизвестным китайцем. Вот. Может быть не в этот раз, но в следующий. Будем также тестировать интересные китайские модели. На данном полигоне. Хорошо, лекционная часть. Опять же, при поддержке Ульяновского автозавода. У нас будут лекции после активности на свежем воздухе. Первая это Вадим Шрайбер, руководитель гоночной команды УАЗ. Да, многие знают, что марка, ну, скажем так, неоднозначно воспринимается на автомобильном рынке. Но немногие знают, что спортивные достижения у этой марки очень неплохие. Мы как раз хотим на этом вечером сказать о тех, не то что неплохих, они весьма успешные показатели команды УАЗ-спорт, потому что есть достижения. Будут видеофильмы, видео нарезка о том, как у вас команды УАЗ-спорт, как бы сказать так, обыгрывают другие иностранные марки. Хорошо, ладно, еще будет у нас специальный гость, девушка, красавица, спортсменка. Да, Таисия Штанева, победительница ралли-рейда «Шелковый путь» 2017-2018 года. 2017-2018 года. Двух лет уже. Потому что женский пакет, это как минимум красиво. И еще одну новинку УАЗ готов показать на этом мероприятии, это система УАЗ-коннект. Это революция, цифровой УАЗ. Я хочу поправить, презентовать. Презентовать, да. Это система, которая позволяет управлять автомобилем УАЗ-патриот дистанционно через смартфон. Открывать, заводить, следить за температурными параметрами, следить за бортовой компьютер в том числе. Включить прогрев, напомнить про ТО, помочь записаться к дилеру. То есть система очень интересная, она сейчас проходит тестирование. И в рамках закрытой презентации она будет показана с 18 января. Здесь у нас в Жостово, в кафе Перград, который замечательный. Там очень вкусные пельмени, там очень вкусный облепихивый чай. И вообще там много чего вкусного. После УАЗ, который будет занимать всего лишь даже меньше одной трети это времени, у нас два выступления. Выступление, посвященное полярным и арктическим поездкам. Можно ли... Полярные и арктические поездки это удел избранных, или туда можно открывать путешествие и простым согражданам нашей страны. Первыми выступят Аркадий Колодкин и Андрей Фиткулин, которые расскажут о своем знаменитом путешествии «Ямальское кольцо». И основным забойщиком встречи будет Леонид Немодный, который организует ежегодные поездки, полярный экспресс в сторону Дикси, в сторону Ямала и так далее. И он нам расскажет, каково же это ехать на приполярные широты, что нужно, чтобы был готов автомобиль. Нужно ли быть при этом знаменитым путешественником, или можно быть простым служащим в офисе, взять машину, подготовить ее по Лёниным советам и ехать одним-двумя экипажами в те же самые приполярные широты. Самое главное, куда можно ехать приполярные широты? Вот, куда нельзя. Лучше всего не ездить. Также будут какие-то производители снаряжения? Сейчас после праздников со всеми ведутся переговоры, как будет тысячепроцентная договоренность, у нас, возможно, появится еще три интересных, не только внедорожных производителей, но и все, что связано с отдыхом вообще. Так, тест-драйвы раз. Дальше. Очень интересным обещает быть мероприятие – это автобиатлон. Автобиатлон. Командно-семейный автобиатлон. С призовым фондом. Командно-семейный автобиатлон состоит из двух семей. Да, что важно. И они, каждая машина ездит по одной из двух трасс. Ну и лекционная часть, куда уже традиционно второй раз приходят очень интересные люди, обладающие неким уникальным опытом. Все это пройдет здесь, в Жостово, вот здесь, на этом полигоне. И пройдет это 18 января. Так, ну мы тут намечаем маршрут для тест-драйва. В принципе, конечно, если сделать петлю по льду, такую более-менее ходовую, показать, как работает ESP, это было вообще шикарно. Вот там заходим на лед, заезжаем на восьмерку, возвращаемся, сюда выскакиваем. И тут вот такой заезд, и выскакиваем на дамбу. И на дамбе уже у нас дорога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, друзья, ну мы, в принципе, все прошли, все посмотрели. Шикарные места, но мы вам про них не расскажем, если вы не придете на наше мероприятие 18 января. Места тут замечательные. Мы вас ждем. Описание по ссылке под видео. Приходите, еще раз будут тест-драйвы. Будет автобиатлон впервые. Да, и будут лекции, встречи с очень интересными людьми. 18 января 2020-2020. Поселок Жостово. Пирград. Пирград. Ура. Ура. На Патриоте сюда заедет любая блондинка. Торней, что-то реально страшно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok